Другие вести. Главные политические события сегодня происходили в мэрии республиканской столицы. Стало известно имя нового градоначальника. О нюансах процедуры голосования и новом мэрии расскажет Руслан Коркмазов. Для того, чтобы кто-либо из желающих стал мэром Черкесии, он должен пройти целую сложную процедуру. Итак, сначала назначается конкурсная комиссия. В Черкесии конкурсная комиссия состояла из четырех человек. И вот имена мы хотим сейчас объявить. Это заместитель председателя Думы муниципального образования города Черкеска Иналь Гашоков, депутат Думы города Черкеска Игорь Михайлов. Потом, согласно уставу города, двое кандидатов назначаются, отправляются точнее в мэрию Черкеска от имени главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. И вот республиканскими представителями в городской комиссии были заместитель начальника государственного управления главы правительства Карачаева Черкесской Республики Рина Джанкиозов и заместитель начальника управления главы Карачаева Черкесской Республики по внутренней политике, начальника отдела по вопросам местного самоуправления регистра муниципальных правовых актов Карачаева Черкесской Республики по внутренней политике Елена Кузьминова. Вот эти четыре человека начали принимать документы от кандидатов на пост мэра Черкеска. И так подали документы, пять человек, точнее, изъявили желание о том, что хотят стать мэром Черкеска. Это Ибзеев Ахмат, это Сурхаев Надир, Беков Мурат, Баскаев Алексей и Кравцов Михаил. 25 мая, за полчаса до окончания срока приема документов, ко мне лично, как к председателю комиссии, обратился гражданин Сурхаев Надир Назирович, который официально заявил о своем отказе от участия в конкурсе. Дальше события развивались таким образом, что комиссия приняла решение о допуске троих кандидатов на пост мэра Черкеска. Это Кравцов Михаил, Баскаев Алексей и Ахмат Ибзеев. Четвертый кандидат, Беков Мурат, не был допущен, потому что у него не было полного комплекта документов. После очередного заседания комиссии, где было уже три кандидата, члены комиссии должны за них проголосовать и каждый должен объяснить, кто зачем, как голосует. Итак, членами комиссии Ахмат Ибзеев получил ноль голосов, Кравцов получил один голос, Баскаев получил три голоса. И таким образом, двое кандидатов, Баскаев и Кравцов, были допущены до следующего этапа, когда уже депутаты должны назначить того или иного кандидата. Опять-таки, согласно положению в нашей выписке и обращению к главе города написано следующее, что мы просим поддержать кандидатуру Баскаева Алексея Олеговича и просим не поддержать кандидатуру Кравцова Михаила Велича. Это требование положения, мы должны по каждому кандидату дать ту или иную рекомендацию. И таким образом, депутаты единогласно сегодня назначили Алексея Баскаева мэром города Черкесском. Хочу в первую очередь поблагодарить вас за оказыванное мне высокое доверие, за поддержку моей кандидатуры. Заверяю вас, что буду работать с максимальной отдачей для развития родного для меня города, столицы нашей республики, чтобы он стал еще более красивым и благоустроенным, комфортным и безопасным для жизни наших горожан. Итак, что же известно об Алексее Баскаеве? Он еще до этого работал в мэрии Черкесской, исполняющем обязанности, после того, как вакантная должность стала мэра Черкесска, а после того, как Тамбиев перешел на работу в правительство. До работы на государственной службе Алексей Баскаев возглавлял две фирмы, которые производила Нарзан и которая занималась производством сахарной свеклы. Руслан Куркмазов, Роберт Джугутанов, Вести Карачаева, Черкесия.